всем привет и рада вас приветствовать сегодня на нашем семейном канале французский язык по полочкам сегодня мы с вами поговорим на тему транспорт сегодня мы с вами поговорим какие предлоги мы должны использовать с вами с как с каждым конкретным видом транспорта итак тема нашего сегодняшнего занятия для транспорта напоминаю вам что буква ты которую мы произносим в русском языке во многих словах в конце многих слов во французском не читать допустим слова спор спорт по-французски мы говорим спорта допустим слова проект мы слышим ты по французскому говорим хуже точно также допустим слова транспорт вот и произносим но по-французскому произносим транспорта без ты в конце допустим слова билет ты мы произносим по-французски мы не произносим мы говорим белье и так далее очень много таких слов поэтому акцентируйте свое внимание на то что ты мы не произносим летом спорта и так далее и так практически все виды транспорта мужского рода за исключением слова машина машина женского рода легковая машина и увольте и так его написал уже самые распространенные виды транспорта давайте сейчас давайте сейчас вместе их просто озвучим а у бюс автобус антон поезд антон поезд антон поезд а у велю велосипед а у метро метро анавиом самолет антон трамвай антон а муто мотоцикл а он такси он такси такси он баттон это лодочка кораблик и только словом машина женского рода и луна вантер естественно в зависимости от контекста мы можем эти виды транспорта использовать и с определенным артиклем любез литра и левелев метро лавиом и левелев метро ле такси он баттон и ля ватюр если речь идет о физическом местонахождении внутри транспорта физически мы находимся внутри транспорта то мы используем предлог дома предлог дом физическое местонахождение внутри транспорта к примеру я звоню другу и спрашиваю ты где и он не отвечает что он находится в автобусе он едет сейчас в автобусе же сведом зон бюса французы будут использовать чаще всего определенный артикль же сведом любишь но очень часто я слышу и как используют не определенный артикль то есть не заморачивайтесь в таких фразах определенно стоять или неопределенно уже давным-давно вот в таких вот обиходных фразах грань между определенными неопределенным артиклем уже стерлась поэтому я слышу же сведом зон бюс же сведом любишься если это будет стоять если у нас после дом стоит неопределенный артикль то не забывайте сливать это обязательное соединение дам зону бюс дам зону метро дам зену властью обязательно на сливать это что касается находиться физически внутри какого-то транспорта дальше если мы приезжаем прибываем едем отправляемся на каком-то транспорте то мы должны четко знать какой предлог мы используем с каждым видом транспорта здесь у французов есть очень странное разграничение и так если мы прибываем приезжаем отправляемся уезжаем покидаем город и так далее на транспорте с крышей то есть вот мы и у нас крыша то в отношении к этому транспорту мы используем предлог а если же мы прибываем приезжаем уезжаем отправляемся путешествуем и так далее на транспорте без крыши то мы используем предлог а вот я вам нарисовала человечка без крыши и мы используем предлог а теперь хочу обратить ваше внимание на то что вот в теме транспорта не после предлога а не после предлога а мы не используем никакие артикли я вам пишу и перечеркиваю артикли мы здесь не используем допустим я приезжаю на машине живьям а вот и живьям он там живьям он объем же по амми то я уезжаю на метро же по ангюса я уезжаю на автобусе это все транспорт с крыши транспорт без крыши это у нас велю и это у нас мото то есть велосипеды и мотоциклы транспорт без крыши французы в эту же кучку относят еще прогулки пешком то есть наши ноги это тоже наш транспорт и естественного без крыши скажем так в прямом понятии этого слова у нас крыши нет поэтому api поэтому пешком api мы используем тоже с предлогом а живьям а живьям а вело живьям а мото живьям api jimbyan марши api jimbyan voyager api jimbyan voyager api jimbyan voyager an bus допустим на автобусе четко должны разграничивать с крышей и без крыши ам а если мы находимся физически внутри транспорта то это будет да надеюсь теперь вам стало понятнее какие предлоги с каким транспортом и почему мы используем осталось вам только практиковать эту тему благо что это делать несложно потому что транспорт мы используем каждый день в своей жизни я благодарю вас за то что вы были с нами на нашем канале продолжайте учить французский с нами интересно и до новых встреч пока пока